С 17 по 19 января в Омске состоялись 23 всероссийские соревнования под зюдо «Сельский спорт» в памяти заслуженного тренера СССР Анатолия Хмелева и мастера спорта СССР полковника милиции Николая Анохина. За медали турнира и путевки на первенство России боролись 57 спортсменов и спортсменок в возрасте до 23 лет, представляющих различные территории Урала, Сибири и Дальнего Востока. Серьезную команду выставили и хозяева турнира. Стоит отметить, что в нынешнем году традиционный турнир кардинально изменил свой формат. Ранее мемориал Хмелева и Анохина собирал в Омске взрослых дзюдоистов. Также впервые на соревнованиях боролись девушки. Хочется пожелать спортсменам достижения тех результатов, как уже говорили представители федерации дзюдо, чтобы этот турнир традиционно был стартовой площадкой и первым турниром нового года всероссийского уровня для выхода на чемпионат России или первенство России, которые будут, как объявили в этом году, в марте месяце в Екатеринбурге. По итогам личных соревнований путевки на первенство России получили всего 14 спортсменов. Среди них – Амич Кирилл Савченко. «В финальном поединку готовились. Получается, с утра мы боролись с тем парнем. Я его также выиграл. С утра, можно сказать, на характере мы с ним разбили голову друг к другу, там сквозь кровь и пот бились, но удача оказалась на моей стороне. Сейчас вечером с тренером сделали план на схватку, отработал по плану и добавил немножко своего, за счет чего удалось победить». Также Омскую область на мартовских стартах в Екатеринбурге в национальном первенстве представят Дмитрий Буз, Полина Бухмиллер, Камила Керти-Куол, Валерия Тимошкина и Алина Давыдова. Субтитры создавал DimaTorzok